Друзья, привет! Ну вот и стало понятно, кто руководил тем, что произошло в Крокусе. Было проведено тщательное журналистское расследование, и его даже показали на Первом канале. Плюс к этому уже много фактов всплыло для того, чтобы воспроизвести полную картину происходящего. Это исполнители, ну, эти уб***ки, они, да, им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действуют психотопные вещества, нейропсихологическое, это самое... Программирование. Программирование. И, возможно, еще, это тоже покажет экспертизу, может быть, и чипы вставлены, потому что сейчас нейробиологии позволяют управлять человеком. Вот эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей, это уже... А тут наоборот получилось. Да, 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 да. А тут, значит, комплекс такой сделан. Ясно, что это уже не какая-то вот просто группа псевдоигипа, а это хорошо организованные терминические акты, организованные на уровне западных спецслужб. Только у них есть такие средства воздействия на людей. Понятно. Сразу давайте зафиксируем. Все, что говорят на Первом канале, это чистая правда. Врать же они не могут. И получается так. Украинские киборги... Почему украинские, не спрашивайте, просто так надо. Вышли через специальные чаты на наивных граждан Таджикистана, заманили их к себе, вживили им чипы с помощью специальных боевых комаров. Также им дали какие-то специальные, назовем это так, витамины, которые превратили их в настоящих профессионалов на время. А потом на утро карета снова превратилась в тыкву. Вот мы и увидели этих трясущихся испуганных мужичков. Выглядит эта версия, конечно, очень правдоподобно, но это далеко не все. Я бы даже сказал, все только начинается. Расследование зашло еще дальше. Сейчас вам буду читать версии из официальных российских СМИ последовательно. Издание ТАСС. Подозреваемый в стрельбе в Крокусе сообщил, что ему предложили за терапия 500 тысяч рублей. Следом издание Реа Новости. Исполнители терапии в Крокусе получили деньги и криптовалюту с Украины. А, то есть им дали 500 тысяч рублей, но криптовалютой... Ладно, окей. Следующее, это тоже Реа Новости. Исполнители после терапии в Крокусе направлялись в Киев за наградой. Вот это уже установил Следственный комитет. Я понимаю, конечно, что меня смотрит довольно взрослая аудитория. И не для всех очевидно, что такое криптовалюта. Вдаваться прям в дебри не буду. Во-первых, криптовалюта это никакие не рубли. Это если грубо электронная валюта и физически ее не существует. Во-вторых, чтобы получить такой перевод, не обязательно находиться где-то в какой-то конкретной стране. Не нужно находиться в конкретном месте. Для этого достаточно иметь специальный кошелек со своим специальным, так назовем его, номером. Для этого не нужно иметь карту Банка России или карту Банка Украины. Для этого даже наличные не нужны. Но СМИ и Следственный комитет нас убеждают, что за наградой им нужно было ехать через границу в Стольный град Киев. Смею предположить, что, скорее всего, они ехали лично к Зеленскому в кабинет, чтобы лично от Зеленского получить свое вознаграждение. Мало того, группировка, название которой начинается на И, заканчивается на ГИЛ, подтвердила арест своих сторонников в Москве. Об этом сообщила еженедельная газета Альнаба от имени этой самой группировки. Нормально название ее не могу произносить по определенным причинам. Площадка этого очень не любит. Издание пишет, что 22 марта в зал Крокус-Сити атаковали четыре бойца, которые являются солдатами халифата. Ответственность на себя также взяла ячейка вот этой самой организации на букву И. И взяла она на себя ответственность раз. Путин и российские СМИ. Это Украина. Организация берет на себя ответственность еще раз. Да нет, говорит это мы, Путин. Это Украина? Глаза руководителя этой организации даже представлять не нужно. Мало того, еще информация от российских СМИ. Обвиняемые в ТЕРАТЕ в Крокусе заявили на допросах, что их действия голосовыми сообщениями через Телеграм координировал мужчина под псевдонимом. Об этом сообщил также следственный комитет. Значит так, едут четыре таджика на Рено через полкарты. А им кто-то в Телеге записывают кружочки. Ну или голосовые, или может быть на крайняк текстовые сообщения. Ну а русские-то они плохо понимают. Им там написали ехать в Украину, а они решили поехать к Лукашенко. По крайней мере это мы знаем со слов самого Лукашенко. А надо было-то ехать в Киев за криптовалютой. Крипту в слитках в кабинете Зеленского получать. Ну или россыпью в пакетиках. Я если честно не знаю, как в Украине там криптовалюту друг другу передают. Ну и одно здесь понятно точно. Если их и дальше будут ставить на зарядку, то есть подключать к ним электричество. Скоро мы услышим, как они должны были сесть на вертолет. И улететь прямо из Брянска к Зеленскому на дачу. Чтобы он их там наградил и угостил шашлыками из свинины. Так что все в принципе здесь все сходится. Поэтому давайте продолжим. Пока в информационном пространстве происходит вот это. Наше государство продолжает воевать с мельницами. Искать, так сказать, настоящих врагов. На жителя Томска завели уголовное дело за повторную дискредитацию армии. Сергей Железняков опубликовал у себя на странице ВКонтакте чужую песню. Не свою даже. А песню группы «Ногу свело». Песня, естественно, характера против происходящего. И выложил видео «Обними, если против происходящего» 20-летнего Никиты из Ижевска. Это видео в сети появилось еще год назад. Раньше Железнякова уже штрафовали за дискредитацию и за участие в митингах против происходящего. А вот если бы он вышел с плакатом, на котором было бы написано «Обними, если ты за зарядку подозреваемых». Тогда бы ему, наверное, еще и медаль дали. А так, извини, 8 лет лишения свободы. Ну и также российские СМИ уже начали писать, что граждане соседних республик из Средней Азии уже начали паковать вещи и уезжать в родные страны. Причем делают они это массово. Ну и страна уже получила некие последствия этого. Небезызвестный экономист Наталья Зубаревич рассказала о ситуации в МГУ. Я там давно не была, но мне коллеги сказали, на одном из факультетов моего родного МГУ, не буду называть, сейчас переходят на одноразовую посуду, некому мыть, потому что этим занимались трудовые мигранты. Но если в МГУ начали переходить на одноразовую посуду, потому что мыть ее просто некому, то вот в Луганске, куда пришел русский мир, в школе посмотрите, как накладывают еду. Вот, полюбуйтесь, сторонники русского мира, руками берут, нагребают макароны и раскладывают прямо по тарелкам. И так сойдет. На черпак, видимо, денег не хватило. Борщ, наверное, они тоже наливают. Горшнями. Ну и мясо, наверное, пятками отбивают. Это же отчет начальника ОМВД России по Псковской области. Генерал-майор полиции Алексей Викторович Овсянников, к вашим услугам, рассказывает, как в регионе обстоят дела с ПВО на третий год трехдневного взятия Киева. Для нас это огромное подспорье в борьбе с такими проявлениями, как беспилотные летательные аппараты и все остальное, учитывая отсутствие ПВО на территории Псковской области. Не знаю, если честно, как-то ему не верится, что в Псковской области нет ПВО. Людей же уже предупреждали, что нужно с очками запастись. Да и рогатки у населения явно имеются. Играли когда-нибудь в Angry Birds? Вот это же аттракцион неслыханной щедрости. Участнику так называемой СВО из Бурятии Андрею Будаеву, который потерял обе руки, а также зрение, подарили умную колонку. Подарок прислали волонтеры группы «Своих не бросаем». По некоторым соображениям пришлось часть фотографии заблюрить. И если всмотреться, можно увидеть надпись на этой самой колоночке. На ней написано «Зажгу на вечеринке». Зажигательная вечеринка, ничего не скажешь. Теперь же послушайте, как изменилась риторика пропагандистов. Это так называемый глава Запорожской области Балицкий, который очень не любит букву «Е». Его, кстати говоря, тоже можно отнести к рангу пропагандистов. Ибо людей на таких должностях можно называть просто «лицо». И вот как повесточка изменилась. У нас есть и силы, и средства, и средства их доставки к тому, чтобы уничтожить всю инфраструктуру украинского режима, энергетическую. Я это говорю достаточно авторитетно, как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом, учитывая, что являюсь пилотом стратегической ракетоносной авиации. Это первое. Второе, то, что не повлияет, ну, мало могу сказать, что это повлияет. Потому что, если помните, что даже когда наши войска, уже войска Конева, Жукова подошли полностью к Зиеловским высотам, и уже Берлин оставался практически только с гарнизоном Монка в 200 тысяч, и даже в этом случае никаких беспорядков в Берлине не было. Такие примеры, конечно, можно развернуть и в обратную сторону, но делать сейчас мы этого с вами не будем. И заметили, да, как сменилась риторика? С «освобождаем наших людей» до «наших» там уже не осталось. Пора разрушать энергетику и не только. Самое-то интересное, что зет-патриотов до сих пор ничего не смущает. Ну, а это полюбуйтесь. Современная поэзия русского мира. Счастливые выборы президента России с 15 по 17 марта 2024 года. Ура! Наш Путин победил! Ну как ты, зелюшка, дебил? Бери с Будановым лопаты, а мы возьмем все автоматы. Нашизм сотрем с вашей земли. Напрасны провокации твои. Нажрись ты с горя, ка-на! Ты тупая скотина! Не поможет и Макрон, этот шоуный гадон. Дедуля Байден уж не в счет. Он однозначно и дедет. И Шольц двух жоу под халим. Нас, русских, не достоин ни один. Россию вам не победить. Она жила и будет жить. И вот еще такой момент. Наш Путин лучший президент. Патриотка России Марго Насонова. Ну и давайте теперь полушепотом другую поэзию. Пришла к старухе смерть с косою. И потихоньку говорит. Пойдем-ка, милая, со мною. И хитро-хитро так глядит. В ответ бабуля отвечает. Бандера, зеля, Путин мой! Отходит смерть, не понимая. Бабуля, что же? Что с тобой? Хотела в рай забрать тебя я. Гуляла, чтоб ты при луне. Но не нужна нам там такая. Сиди-ка лучше. Ты в дерьме. Шли годы. Дед сидел на троне. Шуршала крыша у Марго. А кто так ничего не понял, тот не поймет уж. Ничего. Это же просто новость дня. В Белом доме назвали российских чиновников продавцами навоза. Председатель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил. Вопреки публичным заявлениям президента Путина и других российских должностных лиц, которые пытаются переложить вину за тихот в кругу сити-холли на Украину, США и их союзникам совершенно очевидно, что это именно ИГУ несет полную ответственность за это нападение в Москве. И он же добавил. Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся прекрасными продавцами навоза. Спорить с Кирби мы, конечно, не будем. Ну и пенсионерку из России вам показал. Посмотрите на пенсионерку из Европы. Ездит пенсионерка на отечественном автомобиле. Многие российские пенсионеры тоже ездят на отечественных автомобилях. Но есть вот такой нюанс. Наложить бы и сейчас сюда музыку. Носил с собой ствол. Носил патрон в стволе. Да, к сожалению, по авторским правам не пройдет. Ну и в окончании хорошая новость. Выложили видео с завода, на котором производят импортозамещенную Кока-Колу. Вкусно и точка. А я не прощаюсь.